В безопасности грибов надо быть уверенным на 101%. Они хоть и надежно закрепились в ассортименте белорусской кухни, а все же достаточно опасны в употреблении. Поэтому, отправляясь в лес или на рынок, следует помнить, что в корзинах грибников могут оказаться неправильные грибы, проще говоря, ядовитые. И тогда последствия употребления деликатеса в кавычках могут незамедлительно нанести вред организму. Прежде чем идти в лес, собирать грибы, необходимо, конечно, прочитать хорошую литературу, чтобы знать ботанический вид грибов. Сегодня литературы достаточно для того, чтобы быть, так сказать, осведомленным, то есть вооруженным. Если сомневаешься, то лучше не брать такие грибы, потому что это очень может печально закончиться. Не рекомендуется собирать грибы возле свалок, возле складов яда химиката, возле автомагистрали, в местах несанкционированной торговли. Лучше всего покупать на рынках, там, где есть лаборатории. В Брестской области наблюдается снижение динамики случаев отравлений грибами почти в полтора раза, исходя из статистики за пять лет. В этом году зарегистрировано лишь три случая грибного отравления. Но ведь и пик активности тихой охоты еще не наступил, а значит, самое время подумать о мерах предосторожности. Не рекомендуется употреблять детям и беременным женщинам. Также, конечно, не рекомендуется употреблять пожилым людям, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, так как это может обострить и хронические заболевания. Приобретая добычу тихой охоты на рынке, будет не лишним потребовать сертификат проверки продукта в лаборатории, ведь речь идет о самом ценном – о здоровье. Поэтому лишь ваша собственная ответственность за собственное самочувствие в определенный момент может спасти от нежелательно негативных последствий, неправильного сбора и употребления грибов.